Здравствуйте! В эфире программа «Подробности». Сегодня у нас в гостях Ольга Владимировна Дворецкова, начальник Рязанского почтамта. Здравствуйте! Здравствуйте, Аксюр. Ольга Владимировна, за последние годы какие изменения произошли в работе почты? За последние годы в работе почты произошли достаточно серьезные изменения. Идет уже не первый год модернизации. Связана она с тем, что идет обновление программ в отделениях, тех программ, с которыми работают операторы при обслуживании клиентов. У нас появилось достаточно много услуг, которыми может воспользоваться клиент по отслеживанию своих заказных регистрируемых отправлений. Такие услуги, как СМС-оповещение. То есть, когда клиент заказывает услугу, например, отправляет письмо заказное или же посылочку, то при получении этой посылочки или письма тому адресату, которому он отправил, он может получить СМС-оповещение, что ваше отправление доставлено. Также и клиент может получить извещение СМС-отправлением о том, что его корреспонденция находится в отделении связи. Отслеживание идет непосредственно и в интернете, регистрируемое в почтовых отправлении. А также в отделении связи клиент может прийти, обратиться и получить всю информацию по своим заказным регистрируемым отправлениям полученных или же неполученных по какой-то причине за определенный период, которые поступали на его имя. Как сейчас обстоят дела с кадрами? Хватает ли рук? Идут ли работать молодые? На данный момент я хочу сказать, что прогресс в этом направлении есть, потому что если смотреть кадровую ситуацию, рассматривать 2013 года и 2014, то у нас по операторам по городу не хватало порядка 50% штата. На данный момент сократилось до 10, то есть мы вышли практически на полный режим всех отделений. Если, опять же, сравнивать статистику 2013 года, где у нас на полном режиме работало 4 отделения из 30 городских, на данный момент у нас на сокращенном, на неполном, так скажем, режиме работают всего 5 отделений. То есть все остальные работают полный рабочий день. 5 отделений – это по городу? По городу. Какие, если не секрет? На данный момент это 15-е отделение, 17-е отделение, 42-е отделение, 13-е и 5-е. В скором времени эта проблема решится, насколько я понимаю? Ну, мы видим эту работу. За последние две недели у нас, мы наблюдаем приток, так скажем, соискателей. То есть, и что радует, приходят достаточно молодые. Люди устраиваются, у нас как бы и девушки, и молодые люди работают в отделениях. Это как в 39-м, 42-м и в 10-м отделении работают они достаточно энергично. То есть, заинтересованность есть, потому что работа на почте все-таки это, ну, это интересно. У нас, оказывается, порядка 80 услуг, поэтому сотрудники должны знать достаточно много. А молодому поколению, которое, так скажем, хорошо знакомо с компьютером, это не составляет труда. Ну, все-таки основной это проблемой Почты России, я так думаю, не для кого-нибудь секретом, да, всегда являлись очереди. То есть, можно даже сказать, что Почта России – прямая ассоциация – очередь. Сейчас какие-то ведутся работы по решению этой проблемы. Конечно. Мы уже говорим, что мы ведем достаточно большую работу по укомплектованию штата. Мы проводим обучение с сотрудниками. На каком-то этапе было достаточно тяжело. То есть, сейчас заинтересованность и программа по мотивации сотрудников достаточно широко применяется. Поэтому, когда человек, допустим, получает благодарности от клиентов, какие-то обращения клиентов с тем, чтобы вот как-то поощрить, допустим, понравившегося оператора, которого удовлетворили в работе. То есть, все это мы рассматриваем, подводим итоги. И также у нас есть система примирования. Вот работа, она как ведется вообще? Вот вы говорите, обучение идет сотрудников. Как это проходит, как происходит? И чему обучаете, помимо того, что повышаете их квалификацию? То есть, как работать с клиентом? У нас обучение проходит в виде семинаров. Также у нас есть дистанционное обучение. Программа подразумевает под собой непосредственно изучение каждой услуги универсальной и дополнительной коммерческой. А также у нас есть программа по изучению клиента ориентирования клиентского сервиса. То есть, естественно, когда операторы приходят, они какое-то время обучаются в отделении связи. Затем они приходят, сдают тесты, и после этого они уже допускаются к работе. То есть, борьба с тем, что иногда допускается, допустим, громкость в отделениях, как бывают тоже такие обращения, она у нас ведется. И опять же, я говорю, есть мотивационная программа, где есть примирование и депримирование сотрудников, если, допустим, на них поступила жалоба. Каждая жалоба рассматривается, не остается без внимания. И клиент, если оставляет свои координаты, то мы можем с ним связаться и направить ему ответ по его жалобе. Кто чаще жалуется, молодые или все-таки пенсионеры у нас? Есть сварливые такие люди? Категория граждан, она различна. И потом я хочу сказать, что все относительно. Иногда, когда подводишь итоги, у одного оператора может быть пять благодарностей и, допустим, две жалобы на гробое обращение. Ну вот как, в принципе, можно расценивать этого оператора? Как он плохой и недобросовестный или, наоборот, квалифицированный и достаточно порядочный? Поэтому все замечания рассматриваются, все смотрим. Клиенты, иногда они просто, допустим, они те же люди, ну, устали где-то, пришли, да. Ему показалось, что вот недостаточно внимательно к нему отнеслись. Поэтому он написал жалобы. Категории разные. Ольга Владимировна, ну, все-таки мы с вами говорили об онлайн-отслеживании посылок. Такие сейчас современные технологии внедряются в работу Почты России. И все же такой вопрос, как одно окно, метод одного окна, он до сих пор остается актуальным. Вот этот вопрос сейчас как-то решается? Метод одного универсального окна, как у нас называется, связан с тем, что клиенты иногда приходят не за одной услугой. И для того, чтобы, допустим, те же пенсионеры, когда получают пенсию, они могут отправить и перевод, погасив кредит, и также молодые люди, если получают пособие, мамочки молодые, оплата коммунальных услуг. И достаточно было бы нелогично отправлять одного человека в три-четыре очереди. Один вопрос, когда человек пришел оплатить коммунальные услуги. Другой вопрос, когда пенсионер пришел, например, за своей пенсией. Ему же в любом случае принесут домой. Но у нас работает ведь не просто одно окно. Они работают два-три при полном укомплектовании штата. Поэтому человек может встать любое окно и получить услугу. Единственное, что у нас есть разделение по видам, небольшое, это центральное отделение 44 и 39. Это такие достаточно крупные кустовые отделения. Если все-таки так получилось, что клиенту не понравилось обслуживание персонала, он может оставить какую-то жалобу? Конечно. Клиент может оставить свои предложения, жалобы, отзывы в книге отзывов и предложений. Они все находятся в отделениях связи. А также непосредственно может обратиться лично к начальнику отделения, либо к его заместителю. Если же у клиента остались какие-то вопросы, или он недовлетворен ответом, он всегда может прийти, записаться на личный прием к начальнику почтамта по четвергам с двух до четырех часов. Ольга Владимировна, и все-таки вы уже озвучили некоторые проблемные, скажем так, точки в нашем городе. Если работа не устраивает, если работа отделения человека не устраивает, он может прийти в центральное отделение почты в городе? Конечно. Он может прийти в центральное отделение, находится на почтовой 49. Отделение связи в будничные дни работает с 8 до 10 часов, что, в принципе, тоже удобно клиентам. Если они не попали в какое-то другое отделение, они могут всегда прийти и получить любую услугу. Также хочу сказать, что у нас есть, как и во всех, наверное, сетевых структурах, дни пиковых нагрузок. Это, как правило, с третьей по 20 число. А с 21 и по 3 число, в принципе, всегда можно удобно, свободно прийти, подойти, оплатить те же коммунальные, без очереди. Потому что наплыв пенсионеров и основные очереди, они, как правило, в эти дни уже заканчиваются. Спасибо, что пришли к нам в студию. Я пожелаю вам удачи все-таки, потому что от того, как вы будете работать, наверное, и от вашего настроения будет зависеть настроение наших граждан. Потому что почта – это неотъемлемая часть нашей жизни. Спасибо, Оксана. А это была программа подробностей. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok